Никогда не было и вот. Трек Катилель «Мой мармеладный» занял третье место в чарте самых вирусных хитов от Spotify и даже обошел композиции Taylor Swift и Britney Spears. Дело в том, что припев стал популярным звуком в зарубежном ТикТоке. Пользователи начали записывать под него липсинги и танцевать в меховых шапках и шубах. Мой мармеладный, я не пропа. Попробуй мармеладный, попробуй чага-джаза, попробуй бун-бун-бун. Российская певица выпустила трек «Мой мармеладный» еще в феврале 2003-го, а теперь через 20 лет поставила рекорд за рубежом. Вот такой вклад в будущее. О других способах сделать этот мир и свою жизнь немного лучше поговорим в этом выпуске. В студии Софья Бондаренко. Очень удобное оборудование, там можно даже столики регулировать по высоте. Первые шаги в бизнесе. Съездили на день основателя в кластере МГУ и выяснили, кто может попасть в новый супертехнологичный каворкинг. На физфаке учатся не только ученые, а все-таки еще и творческие люди абсолютно разосторонние. Первый снег. Расскажем, как прошел творческий фестиваль от физфака и можно ли совмещать работу с учебой. Она очень похожа на нашего кота, поэтому мы когда увидели, прям вот глазками, и поэтому решили взять ее. Место добрых дел. Узнали все о жизни животных в приютах. От осмотра ветеринара до поиска нового хозяина. Всегда быть в курсе главных новостей – это тоже вклад в свое развитие и резюме. Вы смотрите новый тематический выпуск «Маховой 9». Кластере Ломоносов в первом корпусе Долины МГУ прошел день открытых дверей в стартап-сообществе основатели. На мероприятие пригласили экспертов из разных сфер бизнеса. В специальные менторские часы студенты и молодые предприниматели показывали им свои проекты и задавали вопросы. Например, где взять деньги на запуск собственного дела и как привлечь первых клиентов. Не обошлось и без обсуждений здорового образа жизни. Этой теме даже посвятили отдельную лекцию. Говорят, усталость и слабое физическое состояние мешают принимать правильные решения. Поэтому важно следить за своим питанием и здоровьем. Это касается и предпринимателей. Их работа связана со стрессом, особенно на начальных этапах запуска бизнеса. Есть заблуждение, что за принятие решений у нас отвечает только головной мозг. На самом деле это не так. Есть такое понятие, как гормоны, есть аминокислоты, оркислоты, есть наш микробиом, которые влияют на принятие решений. Есть исследования, которые говорят о том, что при неоптимальном, например, в вашем внутреннем мире микробиоме, решение, которое вы принимаете, принимаете не вы. То есть, условно, вы можете изменять свое поведение для того, чтобы просто съесть что-то сладкое и, соответственно, выйти из депрессии. Для гостей открыли и каворкинг. При создании этого рабочего пространства применяли и новейшие разработки. Например, столы могут самостоятельно подстраиваться под рост человека. Здесь же установили переговорные закрытого типа. В некоторых из них затонированы стекла для полной конфиденциальности. Он очень современный, то есть очень удобное оборудование. Там можно даже столики регулировать по высоте, есть зарядки. Есть все удобства для того, чтобы работать. В обычные дни в кластер ломоносов могут попасть только его резиденты. Чтобы стать одним из них, нужно соответствовать ряду критериев. В частности, заниматься научно-технической деятельностью и развивать собственный инновационный проект. Предприниматели-резиденты кластера освобождаются от налогов на 10 лет и получают другие приятные бонусы. Среди них возможность свободно пользоваться каворкингом. С начинающими бизнесменами разобрались. Теперь контент для любителей искусства и творчества. На физфаке МГУ фестиваль «Первый снег». Мастер-классов по лепке снеговиков там не было. Зато на Ленгорах оборудовали лабораторию по приготовлению мороженого с азотом. А в баре в центре Москвы устроили лекторий и обсудили work-life balance. И все это за одну неделю. Попыталась попасть на все мастер-классы, лекции и концерты Елизавета Сидухина. В холле физфака лазерная арфа, шахматы из конфет и мороженое. Так открывается фестиваль «Первый снег». Не обделили и тех, кто скучает по лету. Студенты рисуют на песке и пробуют коктейли со вкусом вишни, апельсины и мяты. Кстати, их, как и мороженое, делают на месте с помощью азота. Цель фестиваля – это собрать и показать творчество на физфаке. Что на физфаке учатся не только ученые, а все-таки еще и творческие люди абсолютно разосторонние. И музыканты, и поэты, и художники, и люди, которые могут что-то скрафтить своими руками. Лучше всего справиться со стрессом помогают хобби, поэтому особой популярностью на фестивале пользуется арт-лаборатория. В просторной аудитории играют в художественного крокодила и осваивают диайвай. Газеты, ножницы и клей – все, что нужно для того, чтобы заниматься скрапукингом. Это такая техника изготовления коллажей. Соединяю в качестве основы два листа бумаги, нахожу в газетах яркие картинки и смешные стикеры, и получаю такой результат. Параллельно с арт-лабораторией проходит градиент науки. Студенты и преподаватели читают лекции на разные темы. Правда, вместо привычной аудитории с доской – бар в центре Москвы с отдельными столиками. Определенно это гораздо приятнее, чем в огромном лектории, когда ты ничего не можешь сказать в ответ. Тут тебе все радости жизни, можно ответить, можно задать какой-нибудь хороший вопрос. И вообще, в принципе, атмосфера открытости. И вечер, не надо протирать глаза, как с просонью, все очень приятно. Оказывается, в баре можно и преподавателей узнать получше, и лекции послушать. Здесь обсуждают теоретическую физику, программирование и даже делятся советами, как сохранять work-life balance. В первую очередь, следить за своим здоровьем. Все-таки недосыпы, вот это все, недоедание, оно сказывается на жизни, по-честным, во время работы перед собой. То есть нефилонит, когда это же как снежный ком, ты пофилонил там, ты пофилонил здесь, и у тебя чувство собственной неудовлетворенности возникает, нереализованности. Кто точно нефилонит, так это организаторы «Первого снега». Мероприятие на физфаке каждый день. На вечере акустики студенты и преподаватели исполняют песни собственного сочинения. Третья курсница из стфак Ульяна Заруди в музыкальной школе никогда не училась. Говорит, слышала много плохих отзывов от знакомых. Но это не мешает ей делиться своим творчеством. Даже создала для этого телеграм-канал. Я стараюсь выступать, плюс сейчас есть план как-то выкладывать треки не только в Телеграм и ВКонтакте. Может, как-то попробовать приобщиться к Яндекс.Музыке, потому что возникает ощущение, что пора. Потому что за последний, наверное, месяц человек четыре, может, и пять мне сказали, что вот, Ульяна, если бы эта песня была на Яндекс.Музыке, мне было бы гораздо приятнее жить. Финал «Первого снега», как ни странно, 1 декабря. Начало зимы фестиваль встретят концертом «Ковер». Певцы, танцоры и стендаперы соберутся на одной сцене в пространстве «Артист-холл». Группы или просто сольные исполнители, или танцоры, или люди, разыгрывающие сценки, неважно. Они еще полфизфака, и сколько-нибудь людей приходите к нам, пожалуйста. Приходят на площадку и смотрят, как группы играют по одну, две, три, четыре, иногда пять песен. Так что физики – те же лирики. Здесь и художники, и музыканты, и любители в шахматы из конфет поиграть. Жаль, только коктейли с жидким азотом круглый год в буфете не продают. Елизавета Седухина, Елизавета Перцева, Глеб Кононенко, Григорий Липин, Милена Демешова, Алена Никогосян. Маховая 9. Москва возглавила рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни. Аналитики из финансового университета оценивали кандидатов по нескольким критериям. Доступность культурных ценностей, транспортная сфера и экология. В список лучших также вошли Санкт-Петербург, Тюмень, Сочи, Екатеринбург. А вот в подобный топ в Китае столица не входит. Самыми подходящими городами для жизни и туризма там считаются Гуанчжоу, Дали, Чаншай, Байхай. Алина, куда бы ты хотела переехать? Ты знаешь, я жила в Китае три года, но в тех городах, что ты не звала, я не была. Больше всего мне нравится Шанхай. Я сейчас о нем подробнее расскажу. Китайский клуб ИСАА организовал встречу, посвященную урбанистике Шанхая. Эксперт в сфере городского развития Елена Короткова рассказала об истории мегаполиса и его роли в современном мире. Шанхай развивается за счет грамотной финансовой политики и инвестиций в образование. Это особая экономическая зона и торговое окно в мир Китая. Мегаполис во многом опережает Пекин, а Москва может поучиться у города. Например, экономия общественного пространства. Шанхай, он такой показательный пример, потому что нам легче визуализировать, представлять, дать, собственно, слушать информацию о чем-то знакомом. Шанхай мы просто видим везде, в социальных сетях, в новостных лентах. Это тот город, который мы можем четко себе представить. На лекции обсудили район Пудун на восточном берегу Шанхая, финансовый и деловой центр Китая. Там создали город будущего, Наньхуэй. Однако сегодня его называют не случившимся чудом и новым районным призраком. Отдаленное от центра места практически никто не посещает. Я очень рада. Я рада, что такие многие русские, россияне, они сюда приехали слушать такую интересную лекцию про Китай. Я просто там была и увидела достопримечательности. А про город, про урбанизацию я неизвестна. Поэтому это тоже для меня нового интересного. В СА говорят, что китайский клуб – это площадка для единомышленников. Начинающие опытные востоковеды изучают политику, экономику, историю и культуру страны. Они ходят на лекции экспертов-китаистов, участвуют в интеллектуальных играх и квестах и собираются на киновечера. Так что советую съездить в Шанхай хотя бы раз. По своему опыту скажу, это город возможностей. Да и Москва, мне кажется, тоже. Правда, небоскребов тут точно поменьше. О встрече китайского клуба ИСА рассказала Алина Удоденко. А мы продолжаем говорить об урбанистике. Важная часть любого города – социальные объекты, в том числе приюты для животных. 19 ноября Центр реабилитации временно бездомных Юна провел выставку в пространстве «Дизайн-завод». Там можно было найти верного друга. Новых хозяев ждали кошки и собаки. Кстати, биологи доказали, что домашние животные положительно влияют на когнитивные способности человека. У людей с питомцами скорость обработки информации быстрее, а память лучше. Как приютить бездомное животное, разбиралась Екатерина Хренникова. Дизайн-завод оккупировали более ста животных. Коты отдыхают в боксах, а собаки – в специальных вольерах. Это воспитанники Центра временно бездомных Юна. На фестивале они ищут себе новых хозяев. Чаще всего мы отбираем животных на выставку по их самочувствию. То есть, если нет никаких процедур в день проведения мероприятия, то животное может ехать на фест. Также зависит от характера. Если животное стрессоустойчивое, адекватно относится к людям, оно социализировано, то оно смело может ехать на фест. У каждого питомца свой куратор. Он следит за состоянием животного, отвечает на вопросы о нем и помогает наладить контакт с человеком. Использует и приемы, которые оценит любой HR-специалист. На выставке у каждого животного свое резюме. Здесь написано кличка, возраст и даже черты характера. Например, этого котика зовут Тёма. В резюме написано, что он взрослый, спокойный кот. Человеку настроен лояльно. Животное отправляется в новый дом только после ряда проверок. Центр должен убедиться, что потенциальный владелец предлагает подходящие условия. Спрашивают о наличии других домашних питомцев и даже о решетках на окнах. Чаще всего отказывают тем, кто живет в съемной квартире. На фестивале, кстати, в хозяева посвящают. Ведущие объявляют благодарность и вручают подарки. На сцене оказалась и Ирина Порошина. Раньше она работала в Центре Юна волонтером, а теперь решила приютить животное. Перед этим две недели советовалась зоопсихологам. Обсуждала прививки и характер кошки. О, эта кошечка, она с рыжими вкреплениями, с Таиланда. Еще маленькая такая. Она очень похожа на нашего кота. Поэтому мы когда увидели, прям вот глазками, и поэтому решили взять ее. За все пять лет работы Юны сотрудники пристроили более двух тысяч животных. Назвали Центр в честь первой выпускницы – собаки Юны. Сейчас ей 13 лет, и она все еще посещает ветеринарную клинику Центра. Ее осматривают зоопсихологи, кинологи и ветеринары. Это главные люди приюта. Именно они встречают новых воспитанников и проводят с ними необходимые процедуры. Каждое животное, которое попадает к нам в Центр, проходит одинаковые этапы. Первонаперво он попадает на осмотр. У животного берут анализы на вирусные заболевания, делают различные обработки, делают вакцинацию, стерилизацию, если это требуется. И уже после этого с ним начинают работать зоопсихологи, кинологи, для того, чтобы адаптировать его к новым жизненным условиям. После осмотра врачей начинается этап восстановления. Например, собак с парализованной задней частью тела заново учат ходить. Для этого используют специальную подводную беговую дорожку. По ней животным просят делать первые шаги. Чем больше собака, тем дольше она восстанавливается. На это могут уйти месяцы. А диким кошкам зоопсихологи даже читают книги, чтобы они привыкали к голосу человека. В Центре Юна кошки живут в специальных боксах. Их туда помещают, учитывая особенности здоровья и совместимость характеров. Так, здесь здоровые животные. Это называется чистый бокс. А тех, кто находится под опекой, помечают специальной табличкой. Например, здесь, судя по всему, живут три любителя русской поп-музыки. Их опекает Дима Билан. Рядом с боксами самая настоящая зоогостиница. Как правило, хозяева оставляют здесь своих питомцев на выходные или на время отпуска. Таких постояльцев даже дрессируют. У кедологов для этого есть специальная площадка. Каждый месяц от 20 до 30 животных из Центра Юна отправляются в новый дом. Прибывают в приют не меньше. Он почти всегда переполнен. Поэтому выставка пристройства собак и кошек – главное мероприятие Юны. Но даже после таких фестивалей питомцы нередко возвращаются в боксы. Такая судьба в этом году постигла и спокойного кота Тему. И все же сотрудники Центра уверены, когда-нибудь все четвероногие воспитанники найдут своих хозяев. Екатерина Хреникова, Варвара Шутева, Варвара Лебедева, Ольга Новикова, Маховая 9. В Москве прошел фестиваль независимых музыкальных групп Индюшата. Десять коллективов боролись за главный приз – пиар-поддержку своего проекта от агентства Кушнир Продакшн. Как говорят организаторы, все участники на фестивале играют свой первый концерт – либо в жизни, либо в Москве. Кстати, в прошлом году гран-при забрали этно-электропанки из-за листы. О победителях этого года и спиритических сеансах музыкантов и вы не ослышались, расскажет Александр Мельник. На сцене концертной площадки «Звук студио» – рок-инди-кабаре. Фестиваль Индюшата уже более 30 лет, но популярность среди исполнителей он не теряет. Например, группа «Принцесса Павлин» покоряет жюри яркими образами и музыкой в стиле инди-поп. В фестивале исполнители из Краснодара оказались благодаря аранжировщику Дмитрию Лаврищеву. Индюшата – его давняя мечта. Я с фестивалем Индюшата знаком, скажем так, очень давно. Знаете, это пунктик такой был. То есть я где не участвовал в таком коллективе, каждый год, каждый раз заявку на Индюшата настаивал, чтобы мы подавали. Вот мы подавали заявки с «Принцессой Павлин» три года подряд, вот на третью мы здесь. На фестивале 10 музыкальных коллективов из разных городов России – от Питера до Екатеринбурга. В жанрах границ тоже нет перед зрителями и рок-концерт, и перформанс в стиле кабаре, и фанк. Каждая группа исполняет сразу несколько песен из своего репертуара. Внимание жюри все привлекают по-разному. Коллектив из Екатеринбурга рассказывает со сцены «Уральские истории». Краснодарские исполнители предлагают слетать на Луну, а дуэт «Отца и дочери из Уфы» разыгрывает бытовую перепалку. Условия для участия простые. Группа должна быть молодой, без единого сольного концерта в Москве. А вот попасть в десятку финалистов уже сложнее. В этом году зарегистрировали тысячу заявок. Основатель Индюшат рассказывает, выбор был настолько сложным, что пришлось прибегнуть к помощи потусторонних сил. Дальше буквально сюжеты сериала на телеканале ТВ-3. В комнате включали трек, а дух, если ему нравилось, запускал радио. Помогала организаторам колдуньи Ирина. Так лучшие коллективы страны и оказались на сцене. Выбор абсолютного победителя призракам не доверили. Так как много групп слышишь постоянно, отслушивая, что в принципе уже понимаешь какие-то тенденции, понимаешь, каких групп больше, каких меньше. И когда что-то интересное появляется, ты прежде всего на это обращаешь внимание, когда что-то отличается от основной массы. Смотришь, то, что зацепляет, это интуитивный такой, наверное, процесс энергетический. Тебе зацепило или не зацепило? С участия в фестивале начинали многие популярные теперь коллективы. Например, на Индюшатах выступали группы Акуджав и обе две. А еще поп-певец из Казахстана «Золото». В этом году гран-при главный приз, пиар-сопровождение профессионального агентства забирает питерский дуэт «Угли». А еще у каждого члена жюри свой бонус группе-фавориту. Аренда локаций для съемок, курс обучения или возможность записать треки в студии. «Принцессу Павлин», например, позвали в эфир радио «Комсомольская правда». А возглавит ли группа «Чарты» сейчас могут сказать разве что духи. Александра Мельника, Анастасия Сапегина, Варвара Шультьева, Алена Ульянова, Марина Тищенко, «Маховая-9». Напоминаю себе и нашим зрителям, будущее зависит от того, что мы делаем прямо сейчас. Учебу это тоже касается. Так что, кажется, возможно, но это не точно, пора начинать готовиться к сессии. А мы пойдем искать темы для следующего выпуска. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Телеграме и на Ютубе. В студии была София Бондаренко. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok